Есть такие слайдики, рассказывающие, что такое планирование по процессам. То есть человек, планировщик, который его замещает, он отвечает на такие простые вопросы. Что должно быть сделано, кто, сколько человек, какие запчасти, дополнительные инструменты, оборудование, сколько времени это займет. То есть такие вопросы, необходимые для планирования, соответственно, он должен получить это на момент планирования. Результат планирования – планы. То есть, опять-таки, у каждого главного механика или инженера висит на стене план ППР, годовой, месячный, остановочных ремонтов. Вопрос, что если происходят изменения какие-то, оперативно изменилось состояние оборудования, этот план, скорее всего, не меняется. То есть он висит на стене у главного механика, за спиной у него. И, как правило, в течение года или месяца он не меняется, потому что он уже подписан. Но, в принципе, идея более-менее гибкого планирования – это работа с планом, перепланирование при каждых изменениях этого состояния оборудования, доступности ресурсов, более динамичное планирование. Редактор субтитров А.Семкин